Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Ну и начнем, наверное, знаете, с чего? Что-что? Я говорю, видно, слышно, все в порядке. Замечательно связь. Слава богу, электричество есть, потому что какой бы ни был интернет, если электричество не будет, на этом все наше общение закончится. Значит, а давайте вот о чем. Чьи же интересы продвигает господин, как его язвительно назвал наш ведущий Алексей Орлов, пациент Белого дома. Интересы. Чьи интересы продвигает пациент Белого дома? Интересы Ирана или интересы Израиля? Да, да. Вот, Сергей, как раз апропо то, что называется, к вашему вопросу. Тут недавно бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавадзариф стал соавтором книги на Фарси о ядерной сделке 2015 года. И надо сказать, что книга эта частично, по крайней мере, была переведена на английский язык, и из нём можно многое понять о процессе нынешних ядерных переговоров, идущих в Вене между Ираном и вот то, что называется группой P5+,1 США, Россия, Китай, Франция, Германия, Франция. Книга называется «Ядерная сделка». И рассказана история о договоре, о ядерном договоре, проектировании безопасности прав и развития Ирана. И она проливает свет действительно на важный вопрос, как так получилось, что США пришли к тому, что приняли, по сути дела, все иранские условия по всем основным вопросам, несмотря на то, что двухпартийное противодействие было незаконно ядерной программе Ирана. То есть, когда всё это начиналось, в общем-то, и демократы, и республиканцы в большинстве своём в Сенате и в Конгрессе были против ядерной программы Ирана. Как же так вышло действительно, что во всех ключевых моментах иранцы победили, а американцы уступили и приняли их в сторону. И вот, как я уже сказал, иранский правозащитник Хишмат Алауи, он перевёл некоторую часть этих самых мемуаров «Зарив» с парсии на английский и в своём аккаунте в Твиттере выставил. Вот там рассказывает «Зарив» в этой части перевода о том, как в 2014 году иранский решим решил передать копию своего проекта соглашения другим переговорным группам через лицо, контактировавшее с делегацией США и активного члена международной кризисной группы. То есть вот ещё 2014 год, ещё нет никакого договора, ещё только всё начинает твориться. И вот иранцы делают такой шаг. Они передают своё видение этого договора, то есть с учётом своих интересов исключительно, через лицо, как пишет Джавад Зарив, контактировавшее с делегацией США и активного члена международной кризисной группы. Что такое международная кризисная группа? На английском аббревиатура ICG. Это, если кто не знает, такая транснациональная некоммерческая неправительственная организация, которая была основана Джорджем Соросом в 1995 году и, по своему собственному определению, работает над предотвращением войн и формированием политики, строящей более мирный мир. Но вы понимаете, Джордж Сорос занимается переустройством мира в более мирный с 1995 года. И вот его флагманская команда, которая занимается большой международной политикой, называется «Международная кризисная группа». Цель, как пояснил Зарив в своей книге, заключалась в том, чтобы проложить путь для лоббирования нашего проекта, пишет Зарив, то есть иранского проекта, соглашения. И вот Зарив пишет о том, что этот сверхсекретный шаг дал желаемый результат. После того, как представитель ICG, то есть вот этой самой кризисной группы, созданной Соросом в 1995 году, Али Ваес, получил проект соглашения Ирана, и Сиджи, Международная некоммерческая и неправительственная организация, опубликовала свой собственный программный документ, автором которого являлся вот этот самый Ваес, через которого Зарив передал иранскую программу, и который отражал содержание иранского проекта. Понимаете, что произошло? То есть иранцы составили договор, как им нравилось, а международная неправительственная некоммерческая организация Джорджа Сороса представила это как своё видение договора, который должен был быть подписан. И после этого статья того же самого Ваеза, то есть представителя этой самой международной кризисной группы, который написал программный документ от имени своей кризисной группы, но при этом это был на самом деле документ, написанный командой режима иранского, он же пишет такую статью «Иран» и «Пи-5 плюс 1» — решение ядерного кубика Рубика. Эта статья поддерживается американцами и, по сути дела, становится основой ядерной сделки 2015 года. То есть теперь всё становится на свои места. Почему такой выгодный договор, подписал Обама, выгодный для Ирана, не для Америки или для суннильских стран арабских или для Израиля? Да потому что этот договор изначально был написан иранцами. А затем международная кризисная группа Джорджа Сороса в лице представителя этой группы Ваеза, который был поддержан американской администрацией Обамы, она уже представила этот проект как некий договор со стороны. То есть забыв, что это на самом деле сделали сами иранцы. Так вот, до 2014 года начальником Ваеза был, кто бы вы думали, но, конечно, Роберт Мали, который присоединился к администрации Обамы в том же году, оставил должность директора программ ICG по Ближнему Востоку и Северной А. Понимаете, да? То есть Роберт Мали, который стал потом представителем администрации Обамы, его подчинён этот, и был Али Ваез тот самый, который взял у иранцев проект договора и превратил его уже в договор, как он есть. Вскоре после прихода в администрацию Обамы в качестве специального помощника президента и координатора Белого дома в Ближнему Востоку, Северной Африки и региону Персидского залива, Мали стал ведущим членом американской группы на переговорах с Ираном. В 2017 году Мали вернулся в ICG в качестве руководителя отдела политики, а затем стал её главой. И снова покинул ICG в 2021 году, когда президент Джо Байден назначил его своим посланником, то переговором с Ираном. То есть вы понимаете, да? Есть группа Джорджа Сороса, которая в своё время просто взяла иранский проект договора и превратила его, подсунула его фактически, сделала его договором, как он есть. И те люди, которые за этим стояли, это был Али Ваез и Роберт Мали. Роберт Мали — представитель администрации Обамы, который сейчас вернулся в администрацию уже при Байдене и стал теперь переговорщиком американским с Ираном. То есть тот человек, который фактически лоббировал иранскую позицию в Америке, он теперь представляет Америку на переговорах с Ираном. Как отмечает этот самый правозащитник иранский, который перевёл с фарси книгу Джавада Зарифа на английский, ICG всё отрицает. Отрицает, что служил лоббистом и фактически доверенным лицом Ирана, представляя проект соглашения Ирана как свой собственный. Но так или иначе отчёты Мали и Вайза показывают, что даже если они не продвигали проект соглашения Ирана, добиваясь его принятия команды Обамы, они, тем не менее, долгое время являлись защитниками иранского режима и ополадетами его террористических всех сателлитов и марионеток. Они оба поддерживают полную отмену ядерных санкций в отношении Ирана. В октябре прошлого года, когда Иран всё ещё отказывался возобновлять переговоры по ядерной программе после смены правительства в Тегераниника и таким образом как бы подавал сигнал Вашингтону, мол, не станет предпринимать никаких значимых ограничений в отношении своей ядерной программы, Мали уже тогда заявил, мы готовы отменить все санкции, которые были навязаны администрацией Крампа. А Вайз, его подчинённый по ICG, со своей стороны защищал ядерную программу Ирана, выступал против санкций и, среди прочего, защищал иранскую ракетную программу и хвалил нынешнее правительство во главе с Ибрагимом Раиси, иранское правительство, который, тот самый Раиси, которого похвалил Вайз, он в своё время получил кличку «Тегеранский мясник», потому что в 80-х годах лично участвовал в убийствах десятков тысяч диссидентов. То есть это Ибрагим Раиси, нынешний президент Ирана. Это не просто политик какой-нибудь или богослов. Он не просто даже, так сказать, теоретик терроризма. Он убийца кровавый, то есть человек, у которого руки по локоть в крови лично. Он лично убивал, мучил, пытал десятки тысяч диссидентов в 80-х годах. За это его прозвали «Тегеранские мясники». И вот этого чудесного человека как раз Вайз хвалил и радовался, что вот такой замечательный человек стал президентом Ирана. И вот теперь два, эта парочка, Вайз и Мали, они снова на коне, снова приедели, и они теперь представляют американскую позицию на переговорах с Ираном. Понимаете, да? На самом деле Мали и Вайз не раз выступали и в роли апологетов иранских террористических марионеток типа Хизбаллы и Хамаса. Например, в 2008 году Мали был исключен из президентской кампании Обамы после того, как выяснилось, что он поддерживал тесные контакты с террористами Хамаса и Хизбаллы. То есть в 2008 году Обаме нужно было как-то убрать вокруг себя вот этих чудесных людей, чтобы они не мельтешили, не отпугивали прекраснодушных идиотов. И тогда Мали, который активно дружил с Хамасом и Хизбаллой, его из команды президентской убрал. Но потом, как вы видите, вернулся, и вернулся уже, то, что называется, по-крупному. Мали в своё время говорил так. Это ошибка думать о Хамасе и Хизбалле только как о террористических группах. По его словам, это социальные движения, которые, возможно, самые укоренившиеся движения в соответствующих обществах. То есть это вот и есть стуть этих обществ. Нужно их принимать такими, какими не есть. Алавий, вот тот самый правозащитник, который всё это перевёл, вытащил, он задокументировал то, что иранские государственные СМИ называли в своё время ВАЭЗа просто протеже Зарифа. То есть иранские СМИ как раз не скрывают, что ВАЭЗ, подчинённый Мали, тот, который, собственно, провернул эту чудесную операцию с подменой договора, ну, подмены, как вы представляете, иранский договор пошёл как договор между странами, иранский проект. Так вот, иранские СМИ так его и называют, что он протеже Зарифа. И человек, который сыграл главную роль в составлении текста ядерного соглашения 2015 года. То есть как раз в Иране они гордятся и радуются тому, что вот им так замечательно всё удалось сделать. И, как сообщают иранские СМИ, на нынешних переговорах ВАЭЗ выступает посредником между делегациями США и Ирана в Вене вместе с послом России Михаилом Ульяновым. То есть два человека, которые из Ацороса пришли к Обаме и устроили в 2015 году эту самую сделку, причём сделку, написанную фактически иранцами, просто подписанную американцами, теперь они представляют американскую сторону на переговорах Вене с иранцами снова. Так вот, возвращаясь теперь к Байдену. То есть мы уже поняли, кто такой Мали, Мали, кто такой ВАЭЗ. А что с Байден? Когда Байден назначил Мали своим главным посланником на переговорах с Ираном, то многие комментаторы как бы успокаивали нас и говорили, что этот шаг был направлен на просто чтобы угодить крылу демократической партии Верни Сандерса и вот этому знаменитому отряду, пресловутому отряду Альхана Мар, Шитлай, Бакази и Кортес и их камрад. Они утверждали, что Байден на деле куда более умеренный, чем Мали, понимаете? То есть типа, ну, конечно, у него есть это радикальное крыло братьев-мусульман, коммунистов и вообще-таки полный отстой, полных отморозков. И вот чтобы угодить этим полным отморозкам, он назначает Мали, ну, переговорщик, ну, пусть он там покрутится, да? И предполагаю, что такие утверждения могут немного успокоить, потому что, ну, чтобы там Мали не говорил, все равно же есть Байден, мудрый Байден, который все, конечно, проконтролирует. Так вот, такие успокоения, они напрочь игнорируют давнюю историю поддержки Байденом иранского режима, которая на самом деле была последовательна на протяжении десятилетий. Шла ли речь о Байдене-сенаторе, шла ли речь о Байдене-вецепрезиденте или уже о президенте. Ведь в 79-м году, как и тогдашний президент Джимми Картер, Байден поддержал Айеталу Хумени и его революционеров, когда те сверх дешаха и превратили Иран в исламскую теократию. Правда, в отличие от Картера, который сильно разозлился на Хумени, когда бандиты Хумени взяли штурмом посольства США в Тегеране и захватили в заложниках американских дипломатов, Байден как раз иранцев продолжил поддерживать. На протяжении всего кризиса с заложниками Байден оставался одним из самых откровенных противников решительных действий США по их освобождению. Понимаете? То есть уже в 79-м году Байден был великим другом иранской революции, а вовсе не интересов Америки. И даже заложников американских он предпочитал, так сказать, что не нужно их доставать, оттуда решительные действия, потому что, ну что ж, между друзьями чего-нибудь. А после терактов 11 сентября тогдашний председатель Сенатского комитета по иностранным делам Байден выступил за отправку Ирану подарка в размере 200 миллионов долларов, чтобы продемонстрировать поддержку США исламскому миру. Вы понимаете, насколько всё как бы фантастически запущено? То есть вот был теракт 11 сентября, когда ещё даже близко мы не знали вот этот весь пресловутый отряд Рашид Лаеб, Ильхан Умар. То есть как бы казалось бы, демократы, республиканцы были куда более... Ну демократы были бы куда более обменяемы, и все были в ужасе. И в разведке прекрасно знали, кто стоит за Бин Ладеном из-за всей этой команды. И вот Байден выступает за то, чтобы Ирану сделать подарок в 200 миллионов долларов. Подарок или откупные, отступные, что он имел в виду тогда? Или просто тогда уже он был человеком, который продвигал интересы Ирана в большей степени, чем американские интересы. И Байден же был архитектором ухода США из Ирака в 2011 году, когда фактически контроль над Ираком был передан иранским марионеткам и доверенным лицам. И Байден был одним из самых ярых сторонников решения тогдашнего президента Барака Обамы ввести переговоры по ядерной сделке с аэкономиками, несмотря на тот факт, что это открыло Ирану дорогу к ядерному арсеналу. И, по сути дела, подорвало прежнюю структуру альянса США на Ближнем Востоке, поставив под угрозу американских союзников, арабов и Израиль. И вот после того, как следующий президент Дональд Трамп отказался от ядерной сделки в 2018 году из-за нарушения Ирана и ограничений, которые были наложены сделкой на его ядерную деятельность, Байден сразу же пообещал, что вернётся к сделке в случае избрания. То есть на самом деле Байден никогда не скрывал того, насколько глубоко он лоббист иранских интересов. Кто-то хотел это замечать, кто-то не хотел, но он этого как раз никогда не скрывал. И вскоре после своего избрания он исключил из списка иностранных террористических организаций хуситов. По сути дела, это вот Хизбалла в Йемене, такая же, как в Ливане, есть Хизбалла, а в Йемене у Ирана есть другие протежи и другие марионеты. Это хуситы. И именно Байден прекратил эффективное применение санкций США против Ирана и за последний год отменил многие из наиболее таких вот качественных и серьёзных санкций. И именно Байден убедил Южную Корею и Катар выплатить Ирану миллионы долларов. И именно Байден, теперь уже мы понимаем, назначил Мали руководителя переговорной группы США. Это не просто так, это не была уступка радикальным отморозкам и его партии. Это была его собственная программа, с которой надо отдать ему должное, последователем с ней с 79-го лета. Байден, далёкий от попыток хоть чуть-чуть ужесточить умиротворяющую позицию Мали в отношении Ирана, полностью поддержал его против всех критиков. В ходе того, что даже когда наш горе-премьер Беннет демонстративно избежал встречи с Мали, когда Мали прибыл с визитом в Израиль в ноябре прошлого года, Байден был в ярости и отомстил Беннету, отказываясь на протяжении нескольких месяцев разговаривать с израильским премьером. У нас пресса старалась это не акцентировать и не замечать, но те люди, которые следят за ситуацией, они заметили и как бы тут всё на виду. Можно об этом не писать, если пресса полностью вся подчинена тому, чтобы петь Асану, великому мудрому Беннету и не менее великому и не менее мудрому Байдену. Но ведь всё на виду, есть вещи, которые даже говорить не нужно. И вот две недели назад трое членов переговорной группы США в Вене подали в отставку. Эти трое членов это не какие-то второстепенные персонажи. Один из них это заместитель Мали, эксперт по международным санкциям Ричард Непью. И вот все эти трое, которые подали в отставку, они просто были в шоке от того, как Мали ведёт переговоры. То есть, возможно, они тоже не самые правые по взглядам своим. Возможно, они вовсе даже не республиканцы, они вполне себе демократы. Попали в эту команду. Они были представителями новой администрации американской, байденовской. Но даже для них готовность Мали сдать все позиции Америки была как бы чрезмерной. И они сочли это, как и на преклонение Мали по отношению к Ирану к контрпродуктивным. То есть, они, возможно, действительно хотели достичь какого-то соглашения. Какими бы прекраснодушными и наивными они ни были, но они хотели соблюсти интересы Америки. И вот, согласно Wall Street Journal, все трое посчитали, что, учитывая ядерный прогресс Ирана, сделка 2015 года больше не актуальна. И они выступили за осуждение Ирана, за нарушение им ядерной сделки через Народное агентство по атомной энергии ООН. Но спор между Мали и Ни Кью был доведен до Байдена, и Байден встал на сторону Мали. И поэтому Ни Кью американская, она вовсе не является партнером тех, кто стремится остановить Иран, предградить Ирану путь к ядерному оружию. Напротив, она партнер Ирана. Никакая сделка, которую Байден готов провести, не заблокирует путь Ирана к ядерному арсеналу. Это нужно понять сейчас уже. Если сделка будет заключена, ее единственным бенефициаром станет Иран и его террористические марионетки. И они обогатятся за счет отмены санкций. Понимаете? То есть все на виду, просто можно на это не обращать внимания, можно обратить внимание. И тогда все становится на свои места. Байден с 79-го года является лоббистом иранских интересов. И сейчас он ведет это все таким образом через людей, которых он назначает и поддерживает, чтобы Иран мог получить ядерное оружие и при этом санкции с него были сняты. И как вся эта печальная реальность отражается на Израиле? Увы, действия правительства Беннета Лабида Ганса в отношении Ирана не создают впечатление того, что израильские лидеры как бы не осознают реальность, в которой мы сейчас оказались. Буквально в понедельник после разговора с Байденом впервые за несколько месяцев Беннет заявил, что Израиль сохраняет свою свободу действовать в любой ситуации, независимо от того, будет ли достигнуто соглашение между Ираном и мировыми державами. Но кому обращался Беннет с этим заявлением? Очевидно, Беннет не обращался с этим заявлением к внутренней аудитории, потому что в Израиле нет дебатов, нет споров о том, должен ли Израиль сохранить свою способность и свободу действовать независимо, чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие. Это как бы очевидно. Израильтяне считают само собой разумеющимся, что именно таковой должна быть политика правительства. Видимо, аудитории заявления Беннета целевой группы, так сказать. Была администрация Байдена. Заявление Беннета и в частности отправка советника Беннета по национальной безопасности в Вашингтон на этой неделе, они показывают только одно. Беннет по-прежнему полагает, будто бы Байден заинтересован в том, о чём говорит Израиль. А Израиль как будто бы может послиять на позицию Байдена по Ирану. То есть Беннет возможно притворяется, но возможно он действительно в силу своей ограниченности не сознаёт, что реальность другая. Он пытается уговорить Байдена защитить интересы Америки и Израиля против интересов Ирана, при том, что Байден совершенно открыто продвигает интересы Ирана. И это видно не каким-то большим специалистам и экспертам, это видно любому человеку, который просто умеет составлять факты вместе. Но в этом заблуждении Беннет абсолютно не одинок. Министр иностранных дел Ейр Лапид и министр обороны Бенни Ганс ещё два великих мудреца израильских тоже дали ясно понять своими заявлениями и действиями, что они абсолютно не понимают реального положения. Они не понимают, что Израилю не с кем обсуждать что-либо связанное с Ираном в администрации Байдена. Ну, возможно, что найдутся, так сказать, умеренные люди, которые скажут, ну, у Израиля нет другого выбора, кроме как продолжать делать вид, будто бы отношения с администрацией Байдена по-прежнему остаются гармоничными. поскольку если израильтяне признают, что администрация Байдена враждебна экзистенциальным, сущностным интересам Израиля, то это подорвёт международное положение Израиля. То есть, мол, надо делать хорошую мину при плохой игре, делать вид, что всё в порядке, потому что, если мы скажем громко, ребята, Байден просто ведёт ситуацию к тому, чтобы Израиль был уничтожен с помощью Ирана, то это, мол, подорвёт международное положение Израиля. Но у этого аргумента на самом деле есть и обратная сторона, потому что вот эти восторженные словословия Беннета, Лобида и Ганса в адрес Байдена и его команды, их неуклюжие лоббистские усилия, то есть, они там никому не нужны, никто в администрации Байдена не интересует, они пытаются всё, давайте вот как-то, куда, вас никто не слушает там, вы там никому не нужны, вас отпихивают и весь ваш лоббизм, он выглядит просто как детский лейт. И всё это вместе отталкивает от Израиля фактических союзников, столь же заинтересованных помешать Ирану стать региональным гегемоном обводающим ядерным оружием. Речь идёт о сунитских арабских государствах Персидского залива, о Египте и о республиканцах в Конгрессе, и все они возмущены проиранскими позициями Байдена, и для них унизительное заискивание Иерусалима и лезть в адрес Байдена со стороны Беннета это признаки того, что Израиль больше не относится серьёзно к предотвращению становления Ирана ядерным государством. Понимаете? То есть Беннет своим лепетом и своей глупостью он фактически разваливает тот союз, который в своё время Натаньял с Трампом и с Эмиратами построил. Союз Израиля и арабских государств против ядерных Иран. А теперь беспомощная, нелепая, неуклюжая политика израильтян, конкретно Беннет и его команда, она всё это ромает. Саудовцы и Эмиратцы реагируют на предательство администрации Байдена подстраховывая свои позиции. Они пытаются наварить контакты с Тегераном, они вместе с Египтом укрепляют свои связи с Китаем и Россией, понимая, что всё, Америка как бы кирдык, защищать как бы или вообще разговаривать там не с кем, нужно спасаться самим, ну будем дружить с другими странами. Но, с другой стороны, они пока ещё как бы пытаются держаться поближе к Израилю. И вот Ганг совершил визит в Бахрейн, а Цхак-герцог, наш президент, наша королева, побывала в Абу-Даби на прошлой неделе. И это всё говорит о том, что арабские государства всё ещё надеются, что Израиль как бы готов взять дело в свои руки и восстановить себя в качестве лидера борьбы против Ирана. Что касается республиканцев, то они по-прежнему решительно настроены против возобновления ядерной сделки 2015 года и снятия санкций с Ирана. И на этой неделе 32 сенатора республиканца подписали Байдену письмо, в котором говорится, что они заблокируют реализацию любой сделки, которая не будет предоставлена на утверждение в Сене. И израильская политика, если бы она была основана на реальной ситуации, а не на иллюзии, она должна была бы быть сосредоточена на работе с союзниками Израиля, которые видят иранскую угрозу точно так же, как её видит Израиль, а не на неуклюжие лоббирование администрации, которая рассматривает Израиль в качестве помехи своей задачи переориентировать Америку с Израиля и арабов-суннитов на Иран и его террористических сателлитов. Но, к сожалению, Беннет продолжает отрицать поддержку Байденом иранского режима, как бы не замечать её. И таким образом, как бы мы не только не добиваемся ничего в направлении своих интересов, мы подрываем авторитет Израиля в глазах его союзников и ослабляем способность Израиля действовать затем в одиночку или вместе с союзниками против стремительного продвижения Ирана как будто. И это, конечно, мягко говоря, вызывает просто ужас, поскольку понимаем, что сейчас ситуация складывается самым ужасным образом, каким только могла бы быть. С одной стороны, в Америке практически откровенные сторонники Ирана и его кровожадного, кровавого режима, с другой стороны, в Израиле то ли по глупости, то ли по неспособности не понимают того, где мы сейчас оказались. Вот такая вот ситуация. Да, давайте мы, наверное, сделаем сейчас перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Если будут вопросы, уважаемые дамы и господа, 847-400-5200, звоните, задавайте, Александр постарается ответить. Продолжаем нашу программу и давайте, наверное, попробуем принять телефонный звонок, прежде чем мы перейдем к следующим темам. Добрый день. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Александр. Вот две новости, которые я прочитал на местном израильском канале. Вчера, что израильская служба безопасности перестала сотрудничать с израильской службой безопасности. Палестинская служба безопасности перестает сотрудничать с израильской службой безопасности. Это первый вопрос. И второе, сегодня новость, что Россия, я не помню, то ли попросила, то ли потребовала от Израиля и какие-то бомбовые удары по Сирии. Пожалуйста, прокомментируйте. Окей. По поводу первого, ну, банда в Рамале, которую, так сказать, вот этот Абумазан и его бандиты, они регулярно устраивают такой скандал. Они заявляют о том, что они отказываются сотрудничать с израильскими службами безопасности. Потом это у них проходит. То есть это такие для внутреннего употребления, чтобы показать, какие они гордые и независимые. Но это, по большому счету, означает, видимо, то, что они требуют очередных уступок у правительства израильского, возможно, каких-то денег, новых переводов, траншей денег. И таким образом сказать, что это землетрясение, что это что-то важное, нет, я такое не скажу. Это, так сказать, рабочий момент. То есть они требуют, сейчас пытаются добиться еще каких-то послаблений, каких-то уступок и громко кричат о том, что они прекратят сотрудничество. Такое случается, так сказать, регулярно. Просто раньше при Натаньяу мы не знали об этом, потому что никого это не интересовало. Теперь они снова в центре внимания. Что касается российского требования, я, честно скажу, я не видел этого заявления российского в израильской прессе. Не знаю, откуда оно взялось. Может быть, я пропустил, может быть, источник, который вы процитировали, он придумал это сам. В любом случае, Россия, безусловно, ведет себя с Беннетом не так, как с Натаньяу. К Натаньяу они относились с уважением и знали, что Натаньяу умеет договариваться, но умеет и добиваться своего. И с ним лучше вести себя прилично. А Беннет, они видят, что из себя представляет этот человек. И они понимают, что можно его как угодно полоскать, пикать носом и все, что угодно. Поэтому не исключено, что они действительно пригрозили Израилю, типа, ну и что вы нам сделаете? Кто ты такой, Беннет, чтобы мы тебе не ткнули носом? Ну, как-то так. И следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Александр, в своем анализе вы как-то сказали, что пришло два человека к Обаме от Сороса. Но вся проблема в том, что Обама сам от Сороса. И вот когда говорят, как это вообще получается, что архитектор всего этого безобразия, которое сейчас в Америке происходит, это Сорос. И говорят, ну как это, столетний какой-то старик, и он, получается, руководит всем этим всем миром, и как это такое может быть. Ему давно уже пора на покой. Он, к сожалению, не один воспитал огромное количество своих этих птенцов, которые и руководят всем миром, и под их руководством, мне кажется, что если только мы не справимся вот в следующие выборы, то они прекрасно победят. Иран таки получит ядерное оружие и будет заправлять в вашем регионе как захочет. Вот как вы считаете, так оно или нет? Спасибо большое. Ну, снова, я сторонник держаться подальше от теорий заговора, конспиративных теорий. Но вы правы, да, Обама и сам был человеком, так сказать, из тех же кругов, в которых воспитываются птенцы Сороса. Просто в данном случае я конкретно показал, как это происходит. То есть вот есть теории заговора о том, что Моусор расправит миром, а есть конкретные вещи. Вот есть организация, которая была им создана, и вот люди из этой организации продвигали интересы Ирана таким вот образом через администрацию Обамы. Так что что я вам скажу? Надо добиться того, чтобы это странили. Добрый день, пожалуйста. Слушаем вас. Можно ли задать вопрос? Пожалуйста. У меня такой вопрос. Как израильтяне, израильское правительство относится к Украине, к их майдану, майдановским властям и всему подобному? Если можно, я послушаю по радио. Израиль относится к Украине, как и к большинству других стран. У нас есть огромная диаста. В Израиле живет большое количество людей, приехавших с Украины. На Украине живет большое количество евреев. Отношения с Украиной у нас самые дружественные. Есть множество торговых договоров, политических, общественных каких-то. Я полагаю, что ваш вопрос связан с тем, как Израиль относится к нынешней ситуации, напряженности между фактически той войной, которую ведет Россия против Украины. Израиль к этому никак не относится, потому что не хватает своих проблем. И все, что он может сказать, ребята, вы должны уметь защищать себя сами. Кто себя сам защищать не умеет, тот не будет свободен. Это общее правило джунглей, в которых мы живем. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Александр, что вы так аккуратненько есть люди, которые украинцы. Да у вас полно живущих с Украины. У вас полно украинцев, не имеющих никакого отношения к еврейству, разве что замуж вышла, чтобы уехать или еще что-то. Живущие в Израиле. А вопрос у меня такой. Ну вот сейчас в мире все это крутится, крутится, крутится. Я все время его ведаю почти всем. Неужели это не может вызвать какую-нибудь реакцию? Ну, в конце концов, Канада появилась. Появилась. И, кстати, Канада ваши врачи и там кто-то в Израиле тоже собирается устраивать такие. Почему вы об этом нам не рассказали? Я не понял суть вопроса, но вы спросили упомянули Канаду и хорошо я отвечу. На мой взгляд, то, что происходит в Канаде сейчас, это не совсем то, как видят. Скажем так, меня очень сильно раздражает то, что в Израиле, как и в других западных странах, практически ничего не рассказывают о протесте дальнобойщиков канадских. По сути дела, в сопротивлении канадского населения правительству Трюду. Мы об этом просто ничего не знаем. Если бы не было телеграмма и каких-то подкастов оттуда из Канады, то мы бы вообще ничего не знали. Наша пресса об этом не рассказывает ничего. Это, безусловно, возмутительно и подло, и мы понимаем, почему это происходит. Я почти уверен, что неправильно считать, что это всего лишь протест тех людей, которые сопротивлялись тем мерам карантинным, которые введены Трюду. На мой взгляд, все гораздо глубже. Безусловно, карантинные меры, эти санкции, которые Трюду наложил на Штаты, они стали триггерами. Но протест гораздо глубже. И протест против самого правления Трюду, а не только его каких-то санкций, конкретных карантинных действий, правильных или неправильных. Поэтому то, что происходит в Канаде, канадцы осознали, какое ничтожество неправильно. Американцы и израильтяне, как вы знаете, вроде как осознают, но сделать ничего не могут. Это грустно, это печально, но будем надеяться, что все-таки у нас остались демократические методы и будут выборы, на которых мы эту ситуацию изменим. Добрый день, пожалуйста, Фильм. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Александр, вот вы правильно заметили о том, что Байден еще в предвыборной кампании не скрывал о том, что в случае его избрания он вернет церковь ядерной сделки с Ираном. А как же ваше правительство сейчас может отреагировать, когда у вас у власти практически все ваше правительство держит яркий представитель Ирана в Израиле Махмуд Аббас, ведь от его решения зависит очень много в вашем правительстве и вообще от Израиля. Позвольте, я наведу некоторый порядок, то есть немножко перепутались у нас Аббасы и их связь. То есть есть Махмуд Аббас, это бандит из Рамалы, преемник Арафата и глава палестинской администрации. Есть Мансур Аббас, это совершенно другой Аббас, и он представитель братьев-мусульман, и он в правительстве Израиля. Братья-мусульмане как бы не такие уж прямо марионетки Ирана, там все сложно. И я, например, не думаю, что Мансур Аббас напрямую работает с иранцами. Он работает с Хамасом, Хамас является протежей Ирана, но это как бы не прямая связь. В вопросах, которые касаются Ирана, проблема не в том, что Мансур Аббас мешает нашему правительству. И тоже не надо делать из него такого прямо теневого паука, который все может и все. Он умеет давить, он знает, как выдавливать деньги из этого правительства и как продвигать интересы бедуинов по захвату Небева. Но не более того. проблема в том, что во главе страны стоят три очень неумных человека. Я очень мягко говорю. Это очень неумный Беннет, очень неумный Лапид и очень неумный Ганс. Ганс из них самый, может быть, разумный, но тоже дурак. Единственный человек, не дурак, это Либерман. Но Либерман, мы понимаем, у него другая проблема. Он мафионер. Он занят тем, что распиливает государственный бюджет и обслуживает интересы не Ирана, но, как видно, людей также не особенно заинтересованных в том, чтобы продвигать интересы Израиля. Когда-нибудь, возможно, мы будем знать больше о том, чьи интересы продвигает господин Либерман. Но сейчас, к сожалению, от него колоссальный вред в правительстве. И три идиота, которые возглавляют наше правительство, они, конечно, не могут справиться ни с Мансуром Аббасом, ни с Махмудом Аббасом, ни с казнократством, ни с проблемой иранской, которая сейчас возникает и встает, как асфальт, дыбом и бьет нас по голове. Давайте теперь вот о чем. Скандал, который разразился в Израиле, который, скорее всего, коснется и нас после того, как пройдут выборы, поскольку мы тоже, наше федеральное бюро расследования закупило лицензию Пегаса, вот этого софтвера шпионского. Вот об этом. А сколько у нас времени, Сергей? У нас 10 минут времени. Давайте попробуем, действительно, потому что мы, на самом деле, об этой проблеме говорили, и вот расследование, которое было опубликовано в издании «Калькалист» на этой неделе, оно не только подтвердило то, что просачивалось СМИ на протяжении последних недель, подтвердило сообщение незаконной полицейской слежки, установленной за множеством израильтян, в том числе за жителями Иудей Самарии, мэром, бизнесменами и политиками, но и раскрыло чудовищные масштабы этого вопиющего нарушения всех мыслимых норм, которое уже было названо «Заиметрясением израильским». То есть его сравнивают с Уоттергейтом, с чем угодно, по большому счету это, конечно, фантастический скандал. Доказательство того, что полиция незаконно, без получения на то каких-либо получая колоссальное количество информации из их сотовых телефонов с помощью вот этого самого Pegasus шпионского программного обеспечения, оно накапливалось все больше и больше на протяжении последних недель. Но публикация расследования в «Кауколист» в израильском издании вызвала настоящий шок во всей политической системе. Многие политики и общественные деятели сейчас призывают к созданию комиссий по расследованию этого вопиющего скандала. И, по сути дела, список лиц, подвергшихся незаконному прослушиванию он колоссален. Речь идет о сотнях, некоторые полагают, что о тысячах человек. В том числе это лидеры массовых протестов, это генеральные директора Министерства финансов, юстиции и транспорта и коммуникации. Это по меньшей мере четыре мэра города. Это огромное количество свидетелей, допрашиваемых по делам Натаньяла. Это непосредственно сын Натаньяла Анат, это советники, соратники бывшего примера Натаньяла, это известные бизнесмены, главы рабочего комитета концерна аэрокосмическая это промышленность Израиля и огромное количество еврейских жителей поселений в Иудеи и Самарии, за которыми была слежка в канун сноса еврейских поселков. И следует понять, что во всех этих случаях полиция прямо нарушала существующее законодательство, то есть действовало абсолютно незаконно. И более того, она вообще внедряла шпионское программное обеспечение еще до начала расследования, другими словами, без каких-либо законных полномочий или законного разрешения, которое требуется для организации прослушивания телефонных разговоров гражданской страны. То есть полиция, которая была призвана охранять закон, она его самым выпивающим образом нарушала. И трудно игнорировать очевидный чудовищный факт, который состоит в том, что главной целью всех незаконных полицейских прослушиваний по сути дела являлся действующий тогда премьер Натаньял, также его семья, его соратники и советники. То есть речь идет не только о нарушении нормы законов демократического государства, но по сути дела о тяжелейшем нарушении в сфере безопасности государства. А учитывая те последствия вот этого расследования судебного процесса над Натаньял, это по сути дела мы говорим о совершенном полиции и прокуратуре госперебородстве. И действительно возможности программного обеспечения Pegasus, разработанного израильской компанией НСО, они чрезвычайно широки. Эта программа может быть легко внедрена издалека, то есть без физического контакта с вашим телефоном. Она записывает и передает все, что делается на зараженном ее мобильном телефоне. Она передает все, что как бы ваше использование, то есть все, что связано с ФОЦ, поиск сети в интернет, отправка текстовых сообщений, звонки, все. Кроме этого, программа способна включать микрофон и камеру мобильного телефона, без ведома, конечно, вашего, для того, чтобы снимать и записывать все, что происходит вокруг. То есть речь идет об очень мощном шпионском инструменте, который выполняет запись, съемку, прослушку скрытым образом и обнаружить практически невозможно. И был он создан израильскими разработчиками компании НСО для использования спецслужбами, исключительно в сфере защиты безопасности государства и его граждан для борьбы с террором. Натаньяо, который выступал на этой неделе, он сказал, это как если бы бомбардировщики израильской армии, вместо того, чтобы бомбить наших врагов, Хамас, например, они бы стали бомбить граждан страны. Вот есть такое выражение в России, бомбить Воронича. То есть вот это именно то, что произошло. И ответственными основными за этот ужасающий скандал являются полиция и прокуратура. Но если даже расследование будет начато, если оно будет вестись должным образом, то, само собой, совершенно не очевидно. Мы как бы увидим, сколько еще политиков и людей было вовлечено в эту аферу, которые позволяли продолжаться, и способствовали, и сейчас пожинают плоды этой аферы. Но самая большая проблема очевидно заключается в том, что это вопиющее нарушение закона существовали те самые органы, которые, собственно, и должны отвечать за соблюдение закона. И теперь должны будут начать следственные действия по выяснению всех обстоятельств. И, разумеется, в нынешней ситуации полагаться на них в расследовании самих себя просто невозможно. При этом в полиции были люди вроде генерал-майора полиции Гайанира, которые давно предостерегали о подобных процессах, происходивших в полиции. И все это закончилось тем, что предыдущий начальник полиции Аль-Шейх, он просто их выкинул из полиции. Таким образом, вся критика внутренняя была подавлена. Поэтому, как дальше будет развиваться ситуация, совершенно непонятно, потому что, с одной стороны, это действительно началась война между группировками. Полиция, прокуратура, судьи, те люди, те группировки, которые присвоили себе власть в Израиле, сейчас они начинают как-то друг друга поджимать. И в этой войне между мафиями израильскими, так сказать, возможно, израильский обыватель, израильское общество немножко выиграет, потому что они друг друга чуть-чуть постреляют и поломают. Но в целом это выглядит совершенно ужасно, потому что ясно, что это колоссальный скандал, и по большому счету правительство сейчас пытается спустить на тормозах, а с прессой у нас просто абсолютно полный завал. То есть, если раньше в Израиле в десятилетие на Даниал возникло большое количество как бы разной прессы. Была левая пресса, была правая пресса, была те, кто как бы ни туда, ни сюда. А теперь мы видим просто как все источники правой информации постепенно закрываются и в них сменяется руководство. То есть Исраиль Айом, флагман, мы об этом говорили уже тоже, к сожалению, флагман правой прессы в Израиле, там ушел редактор, ушел заместитель редактора, и уже видно, что эта газета поменяла свою направленность и тоже участвует в словословии и похвалах правительства. Вчера был уволен, был вышвырнут из радиопрограммы армейского радио правый комментатор Яков Бардуга, один из самых известных человек, который превратил свою передачу в очень рейтинговую, поднял ее рейтинг и привлекал огромное количество людей. Его вышвырнули именно за то, что он говорит, не то, что хочет услышать нынешнее правительство. Одновременно Джеразлимпост, может быть, для наших американских радиослушателей самое важное, интересное, англоязычный источник, Джеразлимпост на английском языке, газета, которая, во многом, я ее не считал правой, но она явно не была левой. Она продвигалась сионизмом, это, кстати, умеренно-центристский сионизм. Там тоже сменилось руководство и тоже сейчас эта газета превращается в очередной левый источник. То есть ситуация в Израиле сейчас в этом смысле просто катастрофическая. У нас практически кроме социальных сетей, твиттеров, телеграммов, отдельных журналистов не осталось больше источников информации. Но есть, на самом деле, один телеканал которые правы и слушают. Для большинства изритян они просто неизвестны, никто не знает о их существовании или знают, но как бы не очень интересуются. И популярность этих каналов, конечно, достаточно низкая. Все остальные поют осану правительству. И это плохо вдвойне. То есть плохо и потому, что у нас нет свободы слова, и потому, что нет никакой обратной реакции правительства. Если, как я уже говорил, при Натаньяо пресса была против правительства, и поэтому правительство Натаньяо действовало исключительно грамотно и хорошо. Оно просто не имело права на ошибки, его порвали на части. Нынешнее правительство вводит ошибки одно на другую. И они точно знают, что их отмажут, им ничего за это не будет, потому что пресса за них, и что бы они ни сделали, никто об этом ничего не скажет, все спустит на тормозах. Это очень-очень беспокоит. А вот это военное радио, это радио, которое финансируется правительством, очевидно. Правительство финансируется мной, как налогоплательщикам. Я понимаю, да. Государственное радио, оно подчиняется правительству, и увольнение последнего, как бы, правого радиоведущего, оно, безусловно, суперполитическое, это суперторрупция. То есть Натаньяу пытаются навесить обвинения за вещи несравнимо менее серьезные. А здесь нам откровенно дают понять, что вот правительству не понравился радиоведущий, который ругал правительство и хвалил Натаньяу, его выкинули, и нормально, ничего, никакого расследования этого дела даже не собирается. Наоборот, вместо этого ведущего назначают окровенно левых представителей нынешнего правительства. Понятно. Александр, огромное спасибо, как всегда, очень интересно и содержательно, и до встречи в следующий раз. Мне очень шаль, что каждый раз, как бы, с каждым разом мои новости все менее и менее радостные, но, к сожалению, это то, что мы имеем. Будем надеяться, что вот скоро еврейский праздник Пурим, я очень надеюсь, что как в истории еврейских Пурим приносил нам какое-то освобождение, мы увидим что-то хорошее, и в этот раз, в этом году, на этот Пурим тоже. Спасибо. Спасибо, Александр. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok